Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня у нас новая серия на проекте Родина, ролеплей, сегодня пацановое видео, вышло глобальное обновление, просто пацаны, вышло глобальное обновление, уже закончилась зима, видите, у нас тут уже весна, уже почти лето, можно сказать, поэтому сегодня мы посмотрим, пацаны, тюнинг, потому что для меня это самая интересная часть, вот именно тюнинг я хочу посмотреть, и в первую очередь сегодня мы посмотрим тюнинг, насчет остального обновления, скорее всего мы будем это все смотреть на стриме, потому что за видос, я думаю, я все не посмотрю, поэтому пацаны, поставьте лайк просто, подпишитесь на канал, я вам буду очень сильно благодарен, потому что, ну, реально, пацаны, обнова просто вышла, глобальная, просто все по красоте, сейчас просто берем тачку, едем в тюнинг и просто наслаждаемся, Потому что самая интересная часть в этом обновлении, это именно тюнинг, потому что он просто охуенный. Такого тюнинга просто нигде нету, даже на том же самом Радмире. Вот Радмир сейчас по тюнингу просто будет сосать, чтобы вы понимали. Поэтому я вам предлагаю просто сесть поудобнее, поставить лайк, подписаться на канал, если вы вдруг не подписаны. Потому что моя цель 20 тысяч подписчиков. И просто смотреть, кайфовать. Просто смотри, какая тут очередь, пацаны. Это пиздец. Смотрите просто, какая здесь очередь большая. Обнова только вот сегодня вышла, и здесь просто огромная очередь, пацаны. Прям очень большая, просто и сколько здесь людей. Сколько здесь человек, пацаны. Это реально жестко. Я думал, здесь никого не будет, но здесь очередь просто огромная. Прям реально очень большая очередь. И как мне тачку свою затюнить? Тут везде просто все занято. Все пытаются заехать и сделать тюнинг своей машины. А кто тут владелец интересного бизнеса? Так, Валентин Белый. Валентин Белый, мне кажется, это какой-то разработчик, либо основатель. Но здесь просто людей очень много. И реально сложно будет заехать в тюнинг, но я постараюсь заехать. Надо будет дождаться, пока здесь освободится очередь. Так, я вот за этим пацаном, короче, встану просто. Что, пацаны, я заехал. Подождал 10 минут. Сейчас будем тюнинговать мою BMW M5 E60, пацаны. Просто тюнинг. Тюнинг мощь. Так, двигатель, да? Коленвал. Так, коленвал стоит 100 тысяч, да? Нет в наличии Sport+. Короче, пацаны, как мне сказали только что другие игроки, то, что тюнинг Sport+, он закончился. И когда он будет, никто не знает. Поэтому мы будем ставить обычный тюнинг, просто не Sport+. Так, вот поставили. Теперь берем, ставим. Короче, мы сможем поставить только Sport+, мы поставить, к сожалению, пока что не сможем. Ну, я думаю, так, в принципе, хорошо. Нагнетатель, турбокомпрессор. А какая разница между ними, подожди? Ага, вот это типа мощнее, да? Так, чип тюнинг тоже покупаем, 150 тысяч. Так, теперь коробку передач. Так, сцепление. Сцепление тоже покупаем обычное. Сейчас посмотрим, в какую копеечку нам выйдет. Надеюсь, мне хотя бы хватит денег, чтобы это все поставить. Так, потом следующий тюнинг это у нас дифференциал, да? Нет в наличии. Нет в наличии даже этого дифференциала. Короче, пацаны, я так понял, здесь в СТО есть такая темка, то, что заканчиваются вот эти детальки, вот это тюнинг, и когда его пополняют, я, честно, не знаю. Поэтому будем брать, что есть. Много всяких дисков. Так, сейчас посмотрим, что нам можно такого поставить. Эти диски вроде бы неплохие. Вот такие вот. Короче, много здесь дисков. Но, честно, я не вижу смысла их ставить. Они, тем более, очень дорогие. А вот винил, в принципе, можно было бы и поставить какой-то. Здесь очень много винилов, просто очень много. Надо найти какой-то самый такой красивый, самый пиздатый. И его, в принципе, поставить. Здесь очень много винилов. Так, эти полосочки меня не интересуют. Вот такой вот, в принципе, неплохой винил. Так, и вот такой вот, да, неплохой. А можно как-то поверететь там, посмотреть? Короче, либо вот этот, либо вот этот. Вот эти меня как-то не особо интересуют. Но мне, наверное, больше этот нравится, скорее всего, да? Этот, наверное, попитче будет, реально. Не, либо вот этот. А как можно поверететь там, посмотреть? У-у-у-у-у-у-у. Не знаю, пацаны, что делать. Либо такой ставить, либо такой. Просто я этот не могу толком посмотреть. Блин, я просто чтобы потом не жалел, понимаете? Давайте я вот это поставлю, наверное, все-таки. Есть еще тонировочка. Так, я думаю, можно закататься в лоб. Кстати, можно еще фары тонировать. Вот такого я точно нигде не видел, то что можно еще и фары тонировать. Так, сзади полностью тонировку делаем. Вот видите, можно фары тонировать. Но я думаю, мы этого... Хотя... Не, сзади, в принципе, можно затонировать, да? Так, это у нас что? Подвесочка, да? С подвеской тоже много приколов. Можно угол передних колес делать. Давайте сделаем 2,5. Окей, тогда покупаем, в принципе, что есть. Так, оплатить, да? 2 миллиона 570 тысяч, пацаны. Ебать, оно теперь бочком ебенит. Ты шо, малышка, успокойся. Так, погодите, давайте флипкарт пропишем. Ой, какая сучка, пацаны. Ой, какая сучка. Развал сделал передних колес немножко. Так, чисто меру, знаете. Как на дрифкарче каком-то. Но оно теперь вообще такая соска просто. Просто, пацаны, реально соска. Конечно, с винилом, я не знаю, спорная темка. Но пусть пока что такой будет. Хотя, блин, надо было тот винил ставить, я дуралей. Надо было реально тот винил ставить. Ну, в принципе, ладно, ничего страшного. Если что, потом поменяю. Но так, пацаны, тачка реально начала ехать боком хорошо. Прям очень хорошо начала ехать боком. Давайте вот на парковочку заеду. Ну, просто, ну, небо и земля. То, что было раньше. Просто смотрите, как она бочком едет. По сути, она сейчас боком как слива какая-то. Либо чайзер. Еще и такой развальчик спереди сделал красивый. Ну, мне реально очень нравится. Еще фары затонировал. Ой, красота, пацаны. Вот реально тюнинг очень классный. Прям очень классный тюнинг. Мне очень сильно понравился. Засчет винила, да, спорная темка, конечно. Но у меня бабок сейчас нету. Конечно, можно сейчас сливу продать. У меня, по-моему, слива есть. Поэтому можно сейчас быстренько фасиком продать. И поменять, я думаю, винил. Но там очень большая очередь. Я думаю, вы сами это видите. Поэтому я уже потом этим займусь. Скорее всего, на стриме. Поэтому, пацаны, можете заходить на стрим. Скорее всего, стрим будет где-то в 3 часа по МСК. Потом стрим еще запущу. Будем уже полностью смотреть обновления. Поэтому, кто желает, можете заходить на стрим. Но тюнинг, пацаны, согласитесь, очень крутой. Понятное дело, что полностью я не смогу вам показать обновления в этом видосе. Ну, потому что видос будет, как минимум, очень длинный. Кому интересно, просто можете зайти на канал Arizona Gamers. И там посмотреть полное видео про обновления. Ну, а так, обновления мы будем смотреть на стриме. Смотреть какие-то новые фишечки, плюшечки и так далее. Поэтому буду всех ждать, в принципе, на стриме. Все, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал.